Фридрих Ницше Фридрих Ницше Фридрих Ницше Если бы философия была уделом только каких-то там высоколобых мыслителей или каких-то профессоров, университетских курсов, и этим бы все ограничивалось, то стоило ли вообще терять на нее время? Я уже говорил и сейчас повторюсь, философия вторгается в жизнь. И свой рассказ о Ницше я начинал именно с этой точки зрения. Мне было интересно и самому, и рассказать, объяснить, поведать это, что она вошла в мою жизнь и входит в жизнь собственно каждого. Просто мы очень часто не дифференцируем, не отделяем ее от того быта, которым живем. Думаем, что а, философия сама по себе, мы сами по себе. Так вот, сегодня я поговорю снова через себя, все через себя я пытаюсь преподносить, о фильме Стэнли Кубрика «2001 год. Космическая Одиссея». Об этом фильме уже как-то что-то такое у нас говорилось, но в тот раз я рассказывал о фильме в ключе научной фантастики, попыток предсказать будущее, заглянуть в этот завтрашний день, который нас ждет. Ну, видите ли, этот фильм на самом деле многопланов, и я сейчас даже не побоюсь этого сказать, кино молодое искусство, ну что, сто лет с небольшим? Ну, это один из шедевров, который живет уже сколько лет, и это не только мое мнение, это лучший фильм в области фантастики, до сих пор снятый вообще. Но как он перекликается, этот фильм, с философией Ницше? Причем перекликается с самым-самым определенным образом. К сожалению, я его впервые увидел, я его увидел, когда он практически, ну почти что сразу после выхода, снимал его Кубрик где-то в 67-м, 66-м году, начал в 64-м, там, подготовительный период. Но на экраны в Америке, естественно, он вышел в 68-м, ну кто-то скажет, а как же мне удалось его посмотреть? Дело в том, что в 69-м в Москве был кинофестиваль, и Стэнли Кубрик привез этот фильм, его там показали, потом в прокат он не попал, его не купили. Почему объяснять, думаю, особенно не надо? Страна жила в русле единственно верной, непогрешимой марксистско-ленинской теории, а здесь вдруг разговоры о каком-то ином разуме и вообще намеки на Бога и неведомо что. Несомненно, Стэнли Кубрик знаком был с философией Нитши, несомненно. И его идея Нитшинская о сверхчеловеке, человеке будущего, так или иначе была Кубриком воспринята. Преломлено по-своему. Кубрик очень своеобразный мыслитель, очень нетрадиционный. И самое замечательное, за что я очень ценю его фильмы, для него вот этот вот ряд изобразительный, но не то чтобы важнее того, о чем повествуется в фильме, но он для него так или иначе выдвинут на первый план. И не просто выдвинут, через этот вот визуальный, зрительный ряд мы постигаем очень многое. И если я сейчас вам скажу, что этот фильм по сей день можно трактовать самыми разными способами, то я думаю не обижу ни Кубрика, ни тех, кто этот фильм видел. Вообще искусство по своей сути многозначно. И когда из прочитанного ты делаешь один единственный вывод, это значит, что перед тобой либо не произведение искусства, а какая-то газетная статья, либо ты не очень хороший читатель. Тут другого вывода я сделать просто не могу. Я сначала в двух словах перескажу содержание фильма, хотя, конечно, фильм надо смотреть. Понимаете, этот фильм создан для огромного экрана. В свое время снимался, как я сказал, фильм в 67-м году, примерно там, плюс-минус. Тогда Кубрик использовал, ну, наисовременнейшую технику. И экран у него был не широкоэкранный, а широкоформатный. Кубрик рассказывает историю человечества. Рассказывает эту историю, опираясь на один из рассказов Артура Кларка, которого он пригласил в сценаристы. Рассказ не бог весь какой. И потом Кларк по этому уже фильму, после его выхода на экраны, напишет роман под точно таким же названием, 2001 год, «Космическая одиссея». В начале обезьяны, почти пустой мир, они там жмутся к скалам, лежат, куда-то смотрят. Обезьяны и обезьяны. Ходят в какой-то луже пить воду, приходит другое племя, кричат друг на друга, одни других прогоняют. Перед нами тупые животные, разве что где-то отдаленно напоминающие человека. И вдруг появляется плита. Вот эти обезьяны просыпаются утром, вдруг видят, что совсем неподалеку от их стойбища, от той скалы, под которой они коротали ночь, стоит плита. Ну, ее называют черной, в фильме она с таким коричневым оттенком. Не суть важна. Важно то, что она абсолютно гладкая. И в пропорциях 1,4,9. У Хларка есть объяснение, почему такие соотношения, но давайте сейчас это опустим, к Ницше это отношение не имеет. А вот что имеет, мы сейчас до этого доберемся. И вот эти обезьяны пробуждаются, видят эту плиту, и вот в этом бесформенном мире, где там камни, песок, скалы, лужи, грязь, какие-то обломки костей, трупы животных, вот эта вот законченная, совершенная форма. И обезьяны к ней приближаются, и надо видеть их глаза, кобрик это обыгрывает. Растерянность, ну что-то совершенно ни в какие ворота не лезущее, этого не может быть, потому что не может быть никогда. И вот обезьяны с боязнью прикасаются одна к этой плите, и что-то такое происходит, что-то непонятное. Потом эти же обезьяны приходят вот к той луже, из которой они пьют воду, приходит еще какое-то племя, они начинают по-прежнему друг на друга кричать, кто кого перекричит, ну точнее не перекричит, а перерычит. И вдруг одна из обезьян, вот того племени, которая прикоснулась к плите, кость валяется на земле. Она хватает эту кость и начинает этой костью колотить своего соперника, очевидно вождя того племени, которая решила отбить у них лужу, из которой можно попить воду. Орудие появилось в руке обезьяны, и мы понимаем, что в ней пробудился разум. Ну и тут начинаются трактовки, миллионы трактовок. Я много материалов читал по этому поводу. Одни утверждают, что вот первый проблеск разума приводит к тому, что сразу человек, еще не человек, прачеловек, австралопитек, как хотите его называйте, в нем просыпается вот это вот желание держать в руках оружие, убивать, повелевать. Ницше тоже видит в человеке вот такое волевое, мощное начало, его воля к власти, собственно, и посвящена этому. Но есть другие трактовки, что разум проснулся, а как мы этим разумом будем распоряжаться, то распоряжаться можно по-разному. И тут знаменитейший кадр, который, когда рассказывают об этом фильме, то в коротких хрониках обязательно показывают. Это обезьяна, которая до этого держала кость, и победившая вождя племени других обезьян, начинает подбрасывать эту кость, подбрасывает, подбрасывает, ликует, и вдруг в воздухе эта кость превращается в космический корабль, который куда-то там летит. Кубрик нам за эти несколько секунд рассказал историю человечества протяженностью, ну даже не берусь высчитать, сколько это в тысячелетиях, от возникновения человека, от возникновения разума в его голове, до космической эры. Ну, сегодня, когда мы смотрим на экран, 2001 год, а мы с вами живем уже в 2015-м, Кубрик ошибся. Ну, давайте отбросим этот момент. Не дело фантаста, в данном случае сценарий писал Кларк, и не вина Кубрика, что он ошибся. Я хочу просто сказать о нескольких вещах, деталях, которые, может, непосредственно к Ницше и к моей теме отношения не имеют, но они очень интересны. Кубрик так тщательно вот выверял, сверял все, консультировался у самых-самых выдающихся астрономов, людей, занимающимися полетами в космос, что он так смоделировал, а это еще учтите, еще не было компьютерной графики и компьютерных вот этих всех дел, которые мы знаем сегодня, поэтому все эти модели строились в студии. Тем не менее, потрясающе все это выполнено, начиная от дизайна, кончая какими-то кнопочками, какими-то ручечками, какими-то полочками внутри этого корабля, на котором будут лететь потом наши астронавты. Конечно, Кубрик допустил массу ошибок, но вот тут дело происходит у него в будущем, там представлены американцы и представители СССР, СССР, насколько вы знаете, в 2001 году уже не было, или вы увидите там эмблему Панам, нет уже такой авиакомпании, а зато есть компания Аэрофлот, таки да, существует, хотя Советского Союза нет. Там много всяких таких неугаданных, что ли, вещей, но не об этом речь. Вот этот кадр, это, ну, одна из вершин кинематографа, и не только лично Кубрика, а вообще, вот как есть, какие-то бессмертные кадры. И что любопытно, когда фильм только-только начинается, перед нами еще, по сути, черный экран, звучит музыка Рихарда Штрауса, так говорил Заратустра. Ну, некоторые называют это произведение Штрауса в симфонии, на самом деле это не симфония, это поэма музыкальная. Но что здесь лично мне очень важно? Когда я смотрел этот фильм в 1969 году, поверьте, и мне эта ассоциативная связь не сработала. Ну да, но играют классическую музыку. Я даже в ту минуту еще не знал, что это Рихард Штраус, обратите внимание, это Штраус, сочинитель вальсов, это совершенно другой композитор. Этот музыкальный отрывок из поэмы, будем так ее все-таки называть, так говорил Заратустра, будет повторен, когда обезьяна подбрасывает эту свою кость, когда в ней пробудился разум. А Кубрик, как я сказал, человек очень дотошный и обстоятельный. У него ни одна деталь не попадет в фильм без какого-то умысла, без какой-то задачи, которую должна выполнять. И здесь он нам недвусмысленно дает намек, что то, что он снимает и хочет нам показать, в какой-то параллели с тем, о чем говорил и о чем писал Фридрих Ницше. А в чем же именно? Ну, то, что эта плита вселила разум в обезьян, об этом мы уже говорили, скажу всего два слова. Тут лежит в основе идеи Артура Кларка о том, что разум на Землю был занесен откуда-то извне, из космоса. Как споры грибка, скажем, попадают на почву и вырастают грибницы, грибок и прочее. Точно так же. Но тут начинаются споры. Их очень много. А как же теория Дарвина? Что же она? Совершенно ни к чему и никуда. Кларк ее отрицает. Некоторые критики пишут, что да, отрицает. А я тут с ними не согласен. Причем принципиально. Ведь дело в том, что, как вы знаете, спора, если речь идет о грибке, может попасть куда угодно. Она может попасть в траву, может залететь в воду, может вообще упасть в болото. А может упасть на плодородную почву. Поэтому даже если разум возник вот таким образом, то есть не в процессе эволюции, как вроде бы должно вытекать из теории Дарвина, а был занесен извне, тем не менее, мозг вот этого австралопитека, нашего пращура, очевидно, был все-таки той благодатной почвой, куда этот разум можно было заронить. Поскольку, как вы могли заметить, ни тигров, ни бегемотов Господь разумом не судил. Очевидно, их мозг не развился для того, чтобы вот эту спору принять. Поэтому будем считать так. Во всяком случае, я для себя это так решил, а ваше дело разделять мою точку зрения или нет. Эволюция Дарвина сама по себе, против нее у меня никаких принципиальных возражений нет, но вот этот вот момент перехода, когда эволюционировшая, развившаяся материя, уже появился прародитель человека, обретает, наконец, разум, случилось это в силе эволюционного какого-то скачка или было привнесено. Оставим тут такую, ну, двоякую, что ли, позицию. Не будем добираться до окончательной точки, поскольку мне интереснее, что произошло дальше в фильме, о котором я завел речь. То, что в начале фильма, и вот в этом эпизоде, когда пробуждается разум в обезьяне, Кубрик нам в качестве музыкального фона подкладывает, так говорил Заратустра, должно нас навести на мысль, что он что-то хочет сказать о возникновении, очевидно, того самого сверхчеловека, которого всю жизнь проповедовал Ницше. Это не какой-то Супермен из голливудских фильмов. Сверхчеловека Ницше понимает, конечно, совершенно иначе. Это какой-то новый человек, в новом качестве, иной, отличный от того, какого мы знаем сегодня. И поэтому, когда мы с вами попадаем на Луну, а почему мы туда попадаем? Потому что на Земле засекли, что с Луны идет ретрансляция каких-то сигналов, сути которых никто не понимает, расшифровать не может. А там, по мысли Стэнли Кубриком, в 2001 году уже существуют какие-то станции, там уже живут люди, которые там работают, и они, ведя раскопки, наткнулись на точно такую же плиту, какую наблюдали обезьяны, пролюди. Из чего, очевидно, надо сделать вывод, что если какой-то иноземный разум когда-то подарил разум человеку, и после этого так долго не заявлял о себе, что человечество успело проделать вон какую эволюцию, вот австралопитека до астронавтов, которые уже путешествуют в космосе, она появляется вновь. Значит, они, эти, кто-то, наверное, хотят нам что-то сказать. И я сейчас остановлюсь на эпизоде, с которого начну продолжение, после небольшого перерыва. Эти астронавты подходят к плите, они точно так же дотрагиваются до нее, как дотрагивалась до нее обезьяна 4, 5, 6 тысяч лет назад, и на их глазах или в их лицах мы видим точно такое же непонимание того, что происходит. То есть вся эволюция человека за 4 тысячи лет, я условно беру эту цифру, немного дала, да, научились выходить в космос, да, научились даже вот до Луны добрались, а это все еще та же обезьяна, хотя и одетая в скафандр, и снабженная соответствующими атрибутами космонавта. Ницше, когда писал Заратустру и в свои другие работы говорил, то, о чем я говорю, находится 6 тысяч футов над человеком. Или еще иначе он иногда говорил. Человек, о котором я говорю, появится лет через 200, и только тогда по нас нерастоящему поймут и оценят мои труды. Ну, можно отнести это к его чудачеству, но то, что нам говорит Кубрик вот в этой первой части фильма, когда стоит перед плитой астронавт и ничего не понимает из того, что он там наблюдает, подталкивает нас к мысли, что, а кто его знает? А может, Ницше прав? До следующей встречи. Спасибо.